Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну что же, возвращаются старые времена и, к сожалению, худшие их черты. Да, там преследование, магазины «Березка». И вот было раньше, да, за обмен валюты была уголовная статья. Менять валюту было нельзя, но все равно находились преступники, которые пытались поменять. У иностранцев выманивали, так сказать, доллары на рубли, рубли на доллары. Такие жучки меняло. И вроде сейчас, да, это вообще не проблема. Идите и меняйте валюту. Хотите, покупайте, хотите, продавайте, если у вас там запасы есть. Но государства очень хитрые, да, там сейчас как бы купить, продать можно дешево, да, а купить дорого. То есть разница там, по-моему, чуть не в двадцатку, там, ну там 50 с чем-то вы продаете, если у вас есть валюта накопленная там или отложенная. А покупать можно там за 70 и выше, да, то есть 20 рублей разница. И вроде да, рубль укрепился, рубль такой крепкий стал. Только почему-то цены даже на импортные товары не подешевели. Да, и понимаем, что, ну, как бы курс, курс липовый. Как помнится в одном... А, Иван Васильевич меняет профессию. Помните, там выскакивал такой диак и кричал, царь-то не настоящий. Да, там и пальцем грозил. Ну, курс, курс-то не настоящий. Хорошо бы, чтобы рубль был крепкий, да. Один рубль равнялся одному доллару. И мы, так сказать, получали. И за тысячу рублей мы могли купить, так сказать, во себе всего. Но, друзья мои, это не так. И в ближайшее время пока, ну, в этой, так сказать, не скажем, бога избранной стране. Потому что это, как бы, ну, наверное, может быть, она избрана, но в последнее время избрана для страданий. Так что можно сказать, да, богом избранной для страданий стране. Курс липовый. Ну, я не о том. Да, это дела, там, этих финансистов, этих жучков-банкиров, которых, как говорится, заслуживают хорошие затрещины. И ни одной. Потому что все время, как бы, выжимают из честных людей деньги. Объегоривают, обманывают своим мелким почерком. Стараются заманить в кредитные сети. В общем, козлы и козы, да, если женского рода. Ну, друзья мои, менял начали задерживать вот этих вот, появились вот эти люди, которые меняют валюту. То есть, покупают, видно, подороже, продают подешевле. То есть, вот как бы, вот эти вот менялы стали подпольные обменники и подпольные это. А сейчас это тоже, это уже уголовная статья. Правда, за нее, как в советское время, там, вплоть до расстрела, сейчас пока еще сроки маленькие. Но это пока. Вот, прямо новости сообщает эта Ирка Волк. Помните такую генеральшу? Генеральша. Ну, у всех сразу возникает вопрос. Кто крышует Иру Волк? Слишком, знаете, вот я помню ее еще капитаном. Когда она тоже передавала новости. И сразу понимаешь, какая-то блатная, блатная девушка. И очень быстро она стала майором, полковником и уже генералом. Да, генерал, который просто трепет языком. Да, генерал, это все-таки, извините, генерал-майор, это, ну, должность такая, это командир дивизии. Дивизия, это почти 10 тысяч человек. 10 тысяч человек. Это человек должен отвечать за 10 тысяч военных, офицеров и солдат. Но, значит, этот генерал, как мы понимаем, такой паркетный или постельный, кто его знает. Да, вот, не будем, не будем вдаваться. Но у всех сразу же, видя ее внешность и ее, так сказать, генеральские погоны, возникают такие. Ну, опять, друзья мои, меня несет. Видите, начал тут по генеральским погонам и лампасам проходиться. А интересно, вот, ну, форма, это же не штаны у генералов, то есть, на юбке есть лампасы? Что-то я не помню такого. То есть, генерал, женщина, у них лампасы. Что у мужчин лампасы на трусах, я это догадываюсь. На белье генералов тоже есть лампасы, а у женщин, интересно. Даже на форме, на юбке-то лампасы не положено. Обидно, то есть, видите, какая-то дискриминация. Дядьки могут штаны с лампасами носить, эти женщины, да, тут в прогаре. А ладно, значит, возрождается вот эта вот статья. Статья за обмен валюты. Теперь, как говорится, о скорой и захоронении, да, то есть, если у вас, либо вы сдаете государству ее по низкому курсу, либо вас нахлобучивают и все реквизируют, потому что это вражеская валюта, и мы ее сами, мы ее сами уничтожим или потратим на свои нужды, да, а вы не заслуживаете этого. В общем, друзья мои, худшие такие, худшие советские, советская такая ностальгия. Магазины «Березки» только для своих, только для номенклатуры, а для народа. Колбаса по 2,20, чекушечка по, не помню сколько, ну, тоже пузырьскую. Ну, да, цены на водку, они разнились, так что сейчас какую ни назови, все равно будет это ложное. Какой-нибудь солнцедар плодово-ягодное, ну и все. И песни под гитару. Вот это хорошо. Ладно, драгоценные мои, смотрим дальше. Вот это вот возрождение СССР в худших традициях. Такой урезанный вариант. В том числе, видите, и по законодательству. Все, пока.